Добрый день! С вами на связи Визионер с очередной подборкой новостей из мира высоких технологий. В сегодняшнем выпуске художники бунтуют против искусственного интеллекта, Белоруссия наладила производство ноутбуков, Тесла воплотила в жизнь провальный проект Apple. Не переключайтесь! Компания OpenAI планирует заработать в 2023-2024 годах около 1,2 миллиарда долларов. Она занимается разработками в области искусственного интеллекта, А ее самым популярным проектом оказался чат-бот ChatGPT и нейросеть DALI, Которая разработана за счет инвестиций от Microsoft. Возможности ChatGPT продолжают расширяться. В частности, на его основе была создана нейросеть DoNotPay, Которая смогла договориться с провайдером Comcast о снижении абонентской платы за интернет. Кроме того, в соцсетях уже заметили пользователи, Которые автоматизировали ответы на сообщения за счет возможности чат-ботов. Как отмечают газеты The New York Times, успехи OpenAI и других подобных стартапов Уже вызвали панику в компании Google, Которая опасается, что она может потерять позиции в поисковом бизнесе. При этом сама Google сейчас разрабатывает свою языковую модель Lambda, Которая является аналогом разработок конкурента. Художники организовали в соцсетях акцию протеста, Выступили против расширения использования нейросетей типа DALI, Которые позволяют генерировать соображения по запросу. Возможности искусственного интеллекта позволяют упростить работу во многих областях, Позволяя человеку быстро визуализировать проект на основе всего нескольких запросов. Однако активисты опасаются, что искусственный интеллект оставит их без заработков. Кроме того, уже существует несколько прецедентов, Когда нейросети побеждали в конкурсе художников. Впрочем, есть и защитники, которые воспринимают искусственный интеллект Как дополнительный инструмент для самовыражения, Который не сможет заменить полностью творческие навыки человека. Компания «Единый оператор» планирует в начале 2023 года Задействовать нейросети для распознавания грязных госномеров на автомобилях. Обкатка технологии будет проходить на платных участках трасс М12 Москва-Казань и ЦКАТ. За разработку софта отвечает компания «Софт Телематика». По задумке он станет частью безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток». Если испытания признают успешными, «Единый оператор» планирует доработать законодательство России, Что позволит использовать нейросети при выписывании штрафов. Кроме того, это положит конец к уловкам недобросовестных водителей, Которые всеми силами пытаются скрыть свои госномера. Компания FinalMouse, специализирующаяся на производстве премиальных компьютерных мышек, Представила необычную клавиатуру FinalMouse Centerpiece за 349 американских долларов. Полукопатель получит механическую клавиатуру с прозрачными клавишами и переключателями Cherry MX. Нюанс заключается в том, что у основы клавиатуры выступает дисплей, Благодаря чему возможно выводить сложные изображения. Для реализации задумки компания встроила в клавиатуру процессор и графический процессор. Для отрисовки скинов был задействован графический движок Unreal Engine 5. Продажи клавиатуры начнутся уже в начале 2023 года. Иностранные производители отказались от производства и поставок уже выпущенных партий Отечественных процессоров Elbrus и Baikal заказчикам из России. О проблеме сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. В 2022 году на базе данных процессоров было выпущено всего около 15 тысяч компьютеров и 8 тысяч серверов. Сложности связаны с тем, что производство завязано на зарубежные заводы, Которые не хотят работать с Россией из-за санкций. При этом в стране наладить производство пока невозможно. Нет подходящих заводов. Власти Евросоюза ввели новый пакет санкций в отношении России. Из-за этого под угрозой оказались поставки игрушечных дронов, портативных компьютеров, камер и объективов, А также систем, радионавигации и радиоуправления. Впрочем, большая часть игрушечных дронов производится в странах Азии. Поэтому сложностей с поставками не ожидается. А вот что может создать проблема, так это расширение бесполетных зон для дронов на территории России. В частности, запускных пилотников за последние несколько недель запретили власти Татарстана, Пермского края и Ростовской области. Из-за этого жители России уже начали массово продавать ставшие бесполезными дроны. Компания «Горизонт» объявила о запуске массового производства первых белорусских ноутбуков. Презентация новинки состоялась в торгово-развлекательном центре «Галерея Минск». Поручение по созданию на территории Белоруссии производства для выпуска ноутбуков ранее дал глава республики Александр Лукашенко. Инициатива реализуется в рамках программы импортозамещения. Кроме того, «Горизонт» намерен наладить продажи на территории России. Первой моделью станет офисный ноутбук H-Book Mach 4, который использует процессоры Intel Core i3 11-го поколения и 15,6-дюймовый экран. За него просят около 45 тысяч рублей. Позднее планируется старт продаж более мощных ноутбуков на базе процессоров Core i5 и Core i7. Компания Tesla представила беспроводную зарядную станцию Wireless Charging Platform, при помощи которой можно заряжать одновременно до трех смартфонов и других гаджетов. Реализовано это за счет 30 катушек. Благодаря технологии FreePower устройство можно разместить на любой области зарядной станции. Интересно, что несколько лет назад похожее устройство под названием AirPower планировало продавать Apple. Однако компания отказалась от его производства, сославшись на несоответствие стандартам IT-гиганта. Судя по всему, речь шла о том, что зарядная станция перегревалась из-за наличия большого количества катушек. Пока непонятно, как Tesla смогла решить аналогичную проблему, однако ее зарядная станция поступит в продажу в феврале 2023 года. Предзаказы уже открылись. За Wireless Charging Platform сейчас просят 300 долларов. Австралийские специалисты из Университета Южного Уэльса установили новый рекорд. Их автомобиль Sunswift 7 установил рекорд Гиннеса, преодолев расстояние в 1000 км менее чем за 12 часов. Нюанс заключается в том, что машина подзарядилась исключительно за счет солнечных батарей. Для реализации плана инженерам пришлось убрать подушки безопасности, систему ОБС и любые навороты, привычные для автомобилей. Испытания прошли на треке Highway Circuit в австралийском автомобильном исследовательском центре. За 11 часов 53 минуты и 32 секунды Sunswift 7 сделал 240 кругов. Средняя скорость электрокара составляет 85 км в час. Спасибо за просмотр! Не забывайте ставить лайк, прожимать колокольчик и подписываться на канал, дабы не пропустить свежие новости из мира высоких технологий. Субтитры создавал DimaTorzok